Поселок Внеисок, по мнению местных властей, один из самых проблемных населенных пунктов городского поселения Лесной Городок. Поселок Внеисок, он еще примечательен тем, что это тяжелое наследство нам досталось буквально в октябре прошлого года. До этого вся территория поселка находилась не в собственности Одинцовского муниципального района. Буквально передача состоялась в октябре месяце прошлого года. Мало того, она еще передана была без объектов инфраструктуры. Одна из наболевших проблем – непригодные детские площадки. Большая часть игровых комплексов на территории поселения безнадежно устарела. Много приходит обращение на добродел, пишут мне на электронную почту про детские площадки, которые находятся в ужасном состоянии, многие из них. Вот одна такая площадка как раз за моей спиной, это, наверное, попадает в кадр, и мы видим, что здесь нет даже ограждения, которые давно порваны. Где-то отсутствует резиновое покрытие. На некоторых площадках нет ограждений. А ряд элементов игровых конструкций попросту не отвечает основному критерию безопасности. Еще огромная просьба, вот у детей площадка, мы тоже давно очень живем, и получается, когда дети играют в футбол, у меня сын закончил в этом году школу и был на вручении золотой медали, вы вручали лично, Кирилл, приемка. Очень приятно, он большой любитель играть в футбол, но мы столкнулись с тем, что в раздакиве плечи и улетают. План по комплексному благоустройству поселения уже включает в себя капитальный ремонт этой площадки, а также соседний, той, что находится возле дома номер 9 по улице Березовая. Работы по замене игрового оборудования также запланированы на улицах Дружбы возле дома номер 15 и Березовой у дома номер 4. По итогам инспекции глава муниципалитета поручил местным властям включить в план благоустройства модернизацию всех игровых комплексов, а это 12 детских и 4 спортивных площадок. Эти работы уже начались, мы сегодня также видели, как появляется резиновое покрытие под малыми формами, как модернизируются сами малые формы, появляются не жесткие сцепки, а нормальные качели на цепочке, что менее травмоопасно для детей. Жители поселка жалуются и на разбитые дороги. Андрей Иванов проверил, как продвигается ямочный ремонт на центральных улицах. Всего районные власти планируют привести в порядок более 9 тысяч квадратных метров дорог, порядка 7 тысяч на улице Березовая и еще 2,5 на улицах Дружбы и Рябиновая. Завершить работы глава поручил в кратчайшие сроки. Мы понимаем, что до 1 сентября здесь был предъявлен в порядок внутриквартальной дороги, отремонтированные ямы, которых здесь тоже предостаточно. В целом район проблемный, но мы вместе с главой поселения начинаем объявлять программы, которые будем наполнять и финансированием, и нашими ресурсами. В этом году она называется «Дороги». И все ямы, которые здесь на сегодняшний день существуют, все те недоделанные внутриквартальные дороги и полотно будут приведены в порядок. В следующем году, я думаю, мы исправимся со всеми детскими площадками и благоустроим дворовые территории. Благоустройство в НИИСОК только началось, а жители уже отмечают положительные изменения. Они надеются, что в скором времени их поселок станет современным и удобным для жизни.